приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова за окошком у нас всего плюс 3 градуса второй день льет дождь и очень очень холодно я стою смотрю на это все и думаю как вовремя я попилила сливы только попилила я все сливы сошла в дом и через буквально 15 минут был сильный ливень потом он перешел в такой более спокойный дождь 0 его всю ночь я представляю если бы эти деревья сейчас напитались водой и мне пришлось бы их пилить очень тяжело бы было мне их выбрасывать вытаскивать да и пилить наверное было бы не очень удобно так что все сделалось вовремя ну а поскольку так скажем работы во дворе в огороде прекратились в связи с дождем я продолжаю заниматься ремонтом и покажу что же я сейчас делаю а делаю я вот в такой шкафчик для посудомоечной машины когда я покупала кухню заказывала ее в москве кухне верона по-моему не было вот этого шкафа под под посудомоечную машину фронтальная панель вот 45 размером было а самого ящика не было ну что же если не было значит нужно сделать и я этот ящик мастерю из старой кухни вы помните когда была еще старая кухня вот в том месте где сейчас стоит вот этот ящик с тремя ящиками шкаф с тремя ящиками там был открытый шкаф то есть шкаф полка кстати очень удобно такие шкафы там можно хранить кастрюли ну что-то такое большое и вот из этого шкафа я сматерила шкаф под посудомоечную машину верхом послужила мне полка в которую я отпилила до нужного размера по моему 49 сантиметров я отмечала потому что шкаф 45 но боковые части вот эти тоже имеют какое-то расстояние там по моему 18 но я округлила до двух сделала 49 сантиметров и просто на саморезе ки посадила вот эту полку чтобы соединить две эти боковые шкаф части от шкафа то есть чтобы получился а вот такой шкафчик под под судомоечную машину пришлось утопить мне саморезы видите в потай сначала я делала тоненьким сверлышком отверстие под саморез а потом более большим сверлом делала такую как бы выемку что ли чтобы туда вошел саморез заподлицо вот здесь вот видите перестаралась глубокая ямка получилось так что шуруповерт я освоила лёшек мне много показывал как сменить сверла очень долго у меня это не получалось сейчас все получается на 1 2 и чему я очень рада вот здесь вот для закрепления вот этой части я использовала ну так скажем материал на выброс это была такая длинная длинная планка видите она никак не обработана это просто опилки с клеем обычно такие планки идут когда вы покупаете мебель но для транспортировки для жесткости что ли но это на выброс но зачем же выбрасывать когда можно это применить то есть здесь будет стоять столешница сверху и ничего не будет видно единственное эти планочки будут держать столешницу так что лёшек приезжают всего на один день я тут все подготовительные работы уже много сделала шкаф практически готов единственное что мне нужно будет сейчас вытащить его и покрасить поскольку шкафы у нас на кухне кухни верона напомню видите белого цвета естественно это не красиво смотрится этот шкаф как белая ворона и я сейчас него вытащу и покрашу в белый цвет как раз к тому времени когда приедет лёшек через пару дней все просохнет все высохнет и все будет готово потому что сами понимаете за один день очень нужно много сделать во первых прикрепить столешницу сюда сделать боковую часть в этой столешнице подсоединить посудомоечную машину к смесителю чтобы слив был там еще нужно тройник покупать чтобы она откуда-то брала воду это все это муторно чтобы ничего не подтекала и еще бы если бы в этот день мы делали шкаф то потеряли бы много времени а так уже шкаф готов и я этому рада вот стоит фронтальная панель еще от этой посудомойки естественно здесь видите дырочки под ручку но ручку надо переносить конечно же вот сюда сейчас все это буду вымерять сверлить хотя бы ручку прикреплю потому что может быть я бы и сама вмонтировала эту панель к двери посудомоечной машины но у меня нет шуруповерте шестигранника а там в общем когда откроется эта дверь и в двери крепления но необычные так скажем шестигранники чтобы это все прикрепить вот они дырочки эти вот они с той стороны крепится и там именно я не знаю как назвать шуруп саморез болтик и он шестигранник у меня нет такого шуруповерте лёшику сказал алёшик сказал да есть я захвачу так что скорее всего сейчас вот прикреплю хотя бы ручку ручка конечно же должна быть уже прикреплена перед тем как монтировать на посудомоечную машину ну а дальше уже это уже сделаем с лёшиком как же хорошо что есть youtube друзья столько полезной информации я так благодарна этим блогерам которые все это выкладывают и вот прям набрал что тебе нужно и смотришь очень будет жаль если мы потеряем эту площадку очень много полезной информации ну будем пользоваться vpn конечно же за это платить в общем как-то будем выкручиваться а сейчас я вам хочу показать каким инструментом я сегодня работала чуть не оглохла это циркулярка очень я ее боялась но нужно было сделать очень ровный пил вот чтобы верх шкафчика отпилить короче до нужного размера и я пользовалась вот этой циркуляркой очень мощный аппарат здесь алмазный диск стоит лёшик покупал и называется это циркулярка вихря полупрофессиональная она вот видите с платформой вот такой вот ручкой но очень шумно работает прям даже страшно мои коты сразу разбегаются по углам да и мне хочется чем-то прикрыть уши потому что ну очень она очень мощная и очень громко работает я не помню сколько люшек за неё отдавал сюда всего вот этого подорожания по 5 чем-то это очень хорошая цена не знаю сколько сейчас она стоит может быть у кого-то такой вопрос стоит но друзья она классная вот так называется вихрь тут же лобзик какие-то более тонкие вещи я пилила лобзиком теперь хочу показать вам это вчера я делала вот этот фартук для ножек на кухне используя ламинат который здесь остался в подарок при покупке дома вот так это выглядит по вашему совету я купила магниты пробовала цеплять на магниты вроде бы то вот как сказать без ламината он очень мощно цепляется к ноге но когда я прицепила этот магнит к ламинату ну как-то слабенько может быть потому что сама ламинате на это тяжелая короче посадила я ламинат на клипсы которые шли в наборе с кухней и сейчас я вот открою покажу вам как это выглядит вот сюда дошло но здесь конечно потом позже сделаем когда будет установлена уже посудомоечная машина очень красиво смотрится мне очень очень нравится что я здесь делала вот вы видите вот такой ноу-хау вот здесь вот из джута я сделала вот такую ручку раз и вот они эти клипсы клипсы я сажала на вот саморезы треснул конечно ты треснула это тонкое дерево это плашечка от уголка видите вот так вот сначала я прикрутила вернее посадила на самоклейку вот этот двойной скотч вот эту плашку а потом прикрутила саморезами вот эту саму клипсу и сделала здесь вот такую ручку ручка держится на скотче из джута сплела вот такие косички и это легко цеплять при помощи вот этой ручки вы не травмируете пальцы в общем но как-то можно от центровать в общем с ручкой очень удобно прицепить этот фартук на ножки так что вот такая небольшая такой небольшой лайфхак для вас как можно своими руками сделать вот такой красивый фартук для кухни здесь был фартук белый и для каждого шкафа такие речки были ну во первых он уже нам не подходил потому что высота ножек у нас изменилась с 10 сантиметров на 14 естественно он стал короткий да и и если бы не нужно было менять ножки я бы все равно этот фартук не цеплял во первых белый цвет некрасиво смотрится и вот эти куча швов то есть вот каждому шкафу шла вот такая плашечка которая цеплялась за ножки вот там шкаф значит вот внизу вот такой фартук белый следующий шкаф опять отдельная речка которая цепляется за ножки и вот этих швов очень много это некрасиво поэтому кому не нравится может быть у вас на кухне тоже такой же фартук можно купить ламинат и сделать из ламината вот такую приблуду с такой вот ручкой и это смотрится ну гораздо приличнее вот одним движением я сейчас защелкнула эти клипсы и все пылесос там или что-то заметаете да даже ногой может быть как-то две нити ничего не падает все очень хорошо держится что еще я сегодня делаю вот такие нашла держатели для полок и на кухне идет вот видите с одной полкой это маловато хочется еще дополнительную полочку вот сюда дополнительное пространство для хранения ну даже вот чай тут поставить и я конечно же позаимствовала полку из старой кухни но мне пришлось ее перекрасить вот я ее покрасила несла сюда в эту комнату чтобы она здесь нет пылилась вот такого цвета она была одну сторону я уже прокрасила два раза ну наверное еще разочек сейчас пройдусь нулевочкой чтобы вот ну затереть вот эту шероховатость на краске и покрашу еще пару раз валиком и эта полочка будет отлично сидеть в шкафу и будет дополнительное пространство для хранения ну а теперь давайте покажу свою рассаду мне кажется что она с каждым днем все лучше и лучше становится вы мне там много советов давали чем подкормить и луковой шелухой и раствором здравник по моему фикс прайсе вы покупали спасибо вам громаднейшие за ваши советы но фикс прайсе я купила уже вот такой биогумус думаю что тоже будет неплохо развожу его водички и там ну наверное пару раз в недельку я подкармливаю но уже совсем другое дело мне кажется помидорчики пошли в рост после вот этого атлета в этом тоже мне писали что от атлета это такой яд сильный что дохнут даже собаки и такой комментарий был интересный проверено прям мне честное слово стало жутко что значит проверено что проверяли это средство на собаке просто жуть какая то не знаю друзья я как бы против химии но вы видели какие были плохие помидоры тоненькие я не во время их пикировала ну потому что нет опыта когда я жила на украине мы не выращивали рассаду но вот дома там климат теплее мы сразу сажали в землю и даже или покупали готовую рассаду либо прям семечки я сажала в землю помидоры и конечно же они в земле под открытым небом вырастали сразу хорошенькие прям вот мы их прорывали не пикировали даже а просто прорывали подпушивали подкармливали куриком помню и все и они росли и не было вот такого вытягивания стебля ну а это моя первая рассада конечно же я еще не знаю как все правильно делать но все равно мне кажется она уже начинает ну поправляться и вот этот атлет очень хорошо укрепил стебель помидорчика ну посмотрите но это же не волосинка когда я пикировала это был просто волосинка такая не знаю вообще как они выжили я думала что у меня вообще ничего не получится с перцем получше перчик вообще уже красавец стоит и его много буду думаю морозить если не закрывать ну там помимо лечу там или аджики буду просто нарезать морозилка есть и замораживать а зимой как находка сегодня нужно будет еще испечь хлебушек вот моя лепешечка здесь подходит скоро пойдет в духовку ну и доводить до ума вот этот шкаф и ждать лешика ну вот мои хорошие немножечко с вами пообщалась может быть вы нашли какую-то полезную информацию для себя самое главное мое пожелание не бойтесь никаких трудностей не бойтесь пил шуруповертов и так далее я считаю что это интересно конечно же и соблюдайте технику безопасности мне вообще нравится этим заниматься и хочется как-то побыстрее чтобы в доме был порядок монечка ты пришел напоследок монка у нас так вырос посмотрите такой красавец стал да бардак моня бардак здесь у нас все валяется сейчас буду все убирать и буду заниматься покраской все мои хорошие я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока